Ты любитель путешествовать, но денег нет? А что если я скажу тебе, что оглянувшись по сторонам, вы можете увидеть кучу всего удивительного? Самые крутые места есть на нашей земле. Канал Way2Way это и доказывает. Замки, дворцы, озера, крутая съемка и монтаж. Смотрите и удивляйтесь, ссылка в описании. 2015 год порадовал нас многими картинами, начиная от кинокомиксов Марвел, заканчивая возрождением серий Звездных Вовен. А в 2016 году нас ждет еще больше экшена и попкорна. О фильмах следующего года я расскажу прямо сейчас. Добро пожаловать на 10 самых ожидаемых фильмов 2016 года. 2016 год точно обрадует всех любителей компьютерных игр, так как в этом году на экранах можно будет увидеть экранизацию Assassin's Creed. Но не только геймеры обрадуются выходу фильма. В конце концов, даже люди, мало знающие толк в играх, слышали об этой. Пока Марвел уже вовсю главенствует в серии кинокомиксов, DC Comics только выходит на этот рынок, но зато сразу с тяжеловесом, а именно с фильмом Бэтмен против Супермена на заре справедливости, который одновременно является няйким продолжением фильма «Человек из стали», а также представляет Бэтмена, но уже с другим актером. Если вы соскучились по волшебному миру Гарри Поттера, то в следующем году снова окунетесь в мир магии. Вместе с фильмом «Фантастические звери и места их обитания». Действие происходит задолго до событий оригинальных фильмов и расскажут о магическом зоологе Ньютоне Скамандоре. Фанаты комиксов явно будут рады 2016 году из-за многих новинок, и одна из них — Дэдпул, который, судя по имеющимся трейлерам, явно придет по духу многим. Черный юмор, убийство, кровь и рейтинг для взрослых. Чего стоит только слоган фильма «Дерзкий, как пуля резкий». В июле следующего года все любители космических одиссей на своих экранах смогут увидеть продолжение культовой франшизы Star Trek. Новый фильм получил под заголовок «Бесконечность». По сюжету команда корабля терпит бедствия на неизвестной планете и вынуждена бороться за выживание. Следующий год полон кинокомиксов. Помимо уже перечисленных, 2016 год объявлен датой выхода фильма «Отряда самоубийц», который будет входить в кинематографическую вселенную DC. По сюжету правительству приходит идея использовать злодеев как команду для выполнения самой опасной работы на планете. Продолжая тему кинокомиксов, очередной блокбастер про мутантов. Думаю, вы уже знаете, о чем я сейчас расскажу. Люди Икс. Апокалипсис. По сюжету, древний мутант Апокалипсис решает уничтожить известный нам мир, чтобы построить лучший, а команда мутантов вынуждена с ним бороться. Главный фильм Марвел следующего года, о котором спорит почти каждый, «Первый мститель противостояния». Привет российским локализаторам, которые уже не первый раз меняют на свой лад оригинальные названия. Думаю, вы знаете завязку картины, но я вам напомню, «Железный человек» и «Капитан Америка» вступает в противостояние, втягивая в него новых героев. Уже вот-вот в январе мы сможем увидеть картину оскароносного режиссера Алехандро Иньяриту «Выживший», главную роль в которой сыграл не такой уж и оскароносный Леонардо Ди Каприо. Что ж, будем надеяться, что хотя бы за эту роль актер получит долгожданную награду. Держим кулачки. Ну и наконец, самый долгожданный фильм всех геймеров, который выйдет к лету этого года – «Варкрафт». По сюжету орки вынуждены бежать из собственного мира, который умирает в мире людей. Сюжет фильма будет частично основан на первой игре из серии «Варкрафт». Хороший повод её переиграть. А вы ждёте какой-нибудь фильм в этом году? Я? Да. Продолжение «Зелёного слоника», говорят, выйдет. Пишите в комментарии, чего ждёте вы. На этом всё.